Сегодня Всемирный день театра. К сожалению, в Барнауле этот праздник официально и массово не отмечают, но, наверное, потому что в этом году каждый день праздник, ведь 2019 объявлен в России годом театра. Как в связи с этим изменилась жизнь театра и какие планы, мы спросим у директора одного из театров Крылой столицы, музыкального, Галины Санжаровой. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Лена. Год театра продолжается. Вот он какой? Особенный или как предыдущий? Сказать о том, что какие-то глобальные изменения в связи с наступившим годом театра, я, наверное, не могу сказать, что что-то изменилось. То есть театр, как живой организм, он работает. Каждый день это какие-то бесконечные сюрпризы и приятные, и рабочие моменты. Фестивальная гастрольная деятельность по-прежнему у нас присутствует. В этом году у нас особое внимание, опять же, уделяется и гастролям, и фестивалям. И несмотря на это, у нас есть наш любимый зритель, который ждет и новых премьер, и текущего репертуара. Поэтому для нашего зрителя мы в год театра в любом случае показываем весь наш потенциал, весь наш профессионализм. Поэтому в год театра работаем по-прежнему. Поддержка, естественно, от Министерства культуры Алтайского края, она существенная в этом году. В этом году поддерживают нас и по концепции, и на ремонты нам выделяют хорошие средства. Вся жизнь театр, да? Да, если спросить меня, что для меня театр, это, наверное, вся жизнь, потому что у меня утро начинается с театра. Засыпаю, я думаю о театре, весь день проходит у меня в театре, поэтому театр – это жизнь. Давайте поговорим о премьерах, которые уже были в этом сезоне, еще будут. Мне удалось поприсутствовать на спектакле «Легкий, веселый шоу начинается». Я знаю, что после были такие неоднозначные отзывы от зрителей, кому-то очень понравилось. Кто-то посчитал, что вот именно эта постановка, ну, не совсем является украшением репертуара театра музыкального, да? Вы как считаете, быть или не быть вот таким легким, непринужденным, не заставляющим глубоко и долго думать спектаклем? Я считаю, что такие постановки должны быть, и учитывая, что все три премьеры прошли на аншлаге, и мы получили массу именно положительных отзывов. Вот, люди уходили отдохнувшие, веселые, довольные от этого легкого жанра. Несмотря на легкость жанра, да, как мы уже говорили, понятно, что пьеса, она изначально такая жизненная, где у нас рассматриваются все сферы жизни, да, и семейные какие-то, и рабочие, и тема детей, отцов. То есть она такая жизненная тема, что, мне кажется, близко всем. Поэтому все, кто сюда пришел на премьеру, они смогли и поплакать, и повеселиться, и увидеть это шоу. Поэтому я считаю, что такой материал должен быть. Да, он был сложным, он был немножко необычным, потому что джазовая, блюзовая музыка, да, которая писалась непосредственно уже на сценарий, специально созданный для нашего театра. Поэтому работа была сложная, но я считаю, что мы справились. И такие, пусть не часто, но такие должны быть постановки. Ну вот уже в апреле очередная премьера, и, насколько я понимаю, тоже комедия «Как бы нам пришить старушку». Ну уже по названию студия что-то будет такое зажигательное. Да, у нас такое стечение обстоятельств, что кажется, что такой музыкальный немножко хулиганистый, да, музыкальный театр хулиганистый и скандалистый. На самом деле это тоже классическая пьеса, поэтому «Как бы нам пришить старушку» тоже пьеса о добрых человеческих каких-то качествах. Вот, поэтому мы приглашаем всех на премьеру. Это легкая, добрая комедия, которая тоже заставит и посмеяться, и поплакать, и подумать. Ну а между тем, я знаю, что творческий коллектив готовится к приему участников лаборатории «Шаг». Да. Она в мае. Кто приедет? Какие коллективы? Да, с 13 по 17 состоится юбилейный фестиваль «Шаг» курсовых дипломных работ студенческих. Как уже известно всем, этот фестиваль проводится прежде всего для того, чтобы заявить о нашем регионе. Студенты, получается, театральных вузов приезжают на наши площадки. Мы знакомим их вообще, в принципе, с театрами нашего города, с нашими регионами, делаем различные экскурсии. И при этом мы, естественно, смотрим, кого бы нам, грубо говоря, взять бы к себе солистов, солисток. То есть потому что кадровый дефицит, он есть, учитывая, что у нас нет ни консерватории. Поэтому здесь, думаю, что интерес будет и наш, и интерес студентов. Приезжают у нас в этом году география такая обширная. Это Магнитогорск, Пермь, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Барнаул, Москва. Фестиваль, как я уже говорила, с 13 по 17 мая состоится. Поэтому тоже всех приглашаем. Будут очень интересные показы. Пусть они студенческие, но они уже выпускные работы. Поэтому это уже такие самодостаточные актеры, которые уже чего-то достигли, добились, которые готовы уже пойти в профессиональную жизнь. То есть правильно понимаю, если кто-то из молодых артистов вам приглянется, то вы его пригласите в ту, что действительно дефицит наблюдается у нас в актерском составе или в полный комплект сейчас? Ну, сейчас полный комплект, в принципе, если театр работает, как-то существует. Нам нужны, естественно, мужчины. Мужчины-герои. Так всегда. Нам нужны мужчины-герои, да. Нам нужны мужчины-герои, нам нужны девушки молодые, Джульетты. Поэтому... Ну вот в начале нашей беседы я уже сказала, что вот именно сегодня, в День театра, массово, капустниками этот праздник не отмечают, как это было в предыдущие годы. С чем это связано? То есть у артистов уже не хватает свободного времени, чтобы вот так вот просто непринужденно повеселиться? Или какая-то конкуренция? Другие какие-то есть причины? Нет. Причины, они были как бы нами сформулированы, нашим, как сказать, театральным сообществом. На совете директоров мы обсуждали эту тему. И именно в год театра мы решили все-таки сделать праздник, наверное, для зрителя. Вот. С различными перформансами, с различными премьерами, с текущими спектаклями. То есть пригласить зрителей на такой праздник и устроить праздник для них. Понятно, что всем нам хочется, учитывая наш график работы, как директора, артиста и технического персонала, хочется всем отдохнуть в день театра, позволить себе. Но мы обязательно отдохнем, мы обязательно устроим праздник. Это будет, конечно, в нашем коллективе, это также будут капустники. Но в день театра мы все-таки постарались сделать праздник для зрителя. Галин, вы уже 5 лет в роли директора? Нет, я не 5 лет, я с 2016 года. Ну, да, 4-й год. Вот какие-то ключевые моменты, которые изменились, совершились с вашим приходом в музыкальный театр. Как минимум статус поменяли. Да, ну, во-первых, мы поменяли статус. Во-вторых, у нас очень радует то, что у нас каждый год обращают внимание на наше старое здание и вкладываются деньги в ремонт. То есть ремонт будет продолжен? Ремонт будет продолжен, да. В ближайшее время что сделают? В ближайшее время мы планируем в июне месяце обновить наше фойе первого этажа. Все мы знаем, что у нас там давно уже деревянные конструкции, которые мы кому-то полюбились, кому-то приелись. Но поэтому мы решили освежить, обновить. Будет такая небольшая реконструкция нашего фойе. Поэтому в сентябре месяце мы всех ждем в обновленный театр, можно так сказать. Обновленный, как говорят, театр начинается с вешалки, поэтому мы затрагиваем тему и туалетов для зрителей, и гардероба, и фойе. Плюс ко всему, естественно, вкладываются деньги в пожарную безопасность, что необходимо, учитывая старое здание театра. Поэтому это пожарная безопасность, это энергоэффективность, это ремонт и фойе. И, конечно, очень хочется порадовать и наших коллег, и наших горожан, то, что сейчас рассматривается вопрос о ремонте фасада здания. Поэтому пусть не в этом году, но в 2020 году мы планируем все-таки начать уже реставрацию нашего фасада. В завершении беседы очень коротко. Я знаю, что вы наверняка хотите поздравить своих коллег, артистов с праздником. Да. Да. Уважаемые коллеги, уважаемые соратники, уважаемые друзья, коллеги из других театров. Я от всей души поздравляю всех с Днём театра. Конечно, я желаю всем вдохновения, терпения в нашем нелёгком труде и здоровья вашим семьям. С праздником! Вас тоже с праздником! Спасибо за беседу! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!